Всем привет! С вами Ирина и канал MyDIYLive. В прошлом году я публиковала видео, посвященное реставрации подставочной фигуры Деда Мороза, то есть фигуры, которая обычно ставилась в советское время под елку. И под тем видео очень многие из вас просили меня показать, как отреставрировать ватного Деда Мороза. Я решила немножко глобализовать эту тему, и сегодня хочу предложить вашему вниманию свой опыт в реставрации фигур Деда Мороза из всех материалов практически, кроме пластика, которые проходили через мои руки за прошедший год. Я покажу вам, как отреставрировать ватного Деда Мороза, Деда Мороза из папье-маше, из пресс-опилок и даже из гипса. Смотрим! Я начну с подставочных фигур из пресс-опилок и папье-маше. Прессованные опилки на вид что-то похожее на ДСП. По сути, это оно и есть. Такие фигурки склеивали обычно из двух половинок, потом покрывали специальным грунтом на основе мелой клея, он называется левказ, и красили. Благодаря такому покрытию поверхность получалась очень гладкой. К сожалению, со временем такие фигурки могут трескаться по шву. Грунт в этом месте трескается, отслаивается или вообще отваливается, как это произошло с данной фигуркой. Необходимо укрепить покрытие и восстановить то, что отвалилось. Для восстановления рельефа на таких фигурках я обычно пользуюсь строительной шпатлевкой. В случае сильных утрат я использую вот такую адгезионную шпатлевку на алкидной основе. Она очень прочная, хорошо прилипает к основе, склеивает прочно, если есть какие-то трещинки и так далее. У нее два минуса – неприятный запах и высокая цена. Если утраты небольшие, то можно взять современный левказный грунт. Его продают обычно в художественных магазинах, либо шпатлевку по дереву. Но в случаях, когда покрытие плохо держится, все-таки необходима прочная шпатлевка. Наносим ее небольшим шпателем или лучшим мастихином, стараясь промазать все трещины, чтобы она туда забилась. И выравниваем поверхность, чтобы потом поменьше шкурить. Если у вас крошится основа из опилок, такое тоже бывает, то перед тем, как шпатлевать, нужно промазать поврежденные места клеем ПВА и высушить. И только потом приступать к выравниванию рельефа. На лице даже мелкие повреждения нужно обязательно выровнять. Они будут очень бросаться в глаза. И здесь важно особенно тщательно выровнять шпатлевку. Можно сразу аккуратно прихлопнуть или втереть пальчиком, потому что шкурить на лице будет сложно из-за рельефа. Лучше, чтобы это пришлось делать минимально. После того, как шпатлевка хорошо высохнет, зашкуриваем. Я пользуюсь мелкой шкуркой, хотя бы 0,04, чтобы на поверхности не было заметных царапин. Глубокие повреждения не всегда получается вывести с первого раза. В таком случае окончательный рельеф можно выводить уже левкасным грунтом. Он лучше шкурится и дает идеально гладкую поверхность. По левкасу вывести поверхность можно даже абразивной губкой. Фигурки из папье-маше восстанавливают несколько иначе. Этот дедушка у меня еще в работе, поэтому целиком восстановление показывать не буду. Покажу только как работать с основой, тем более, что техника покраски будет абсолютно такая же, как у опилочного дедули. Папье-маше довольно мягкий материал, особенно если фигурку помяли. В данном случае у дедушки черепно-мозговая травма, материал сильно гуляет, и если прошпатлевать его как опилочного, все это очень быстро отвалится. Поэтому все повреждения фигурки из папье-маше нужно обязательно проклеить. Промазываем ПВА все места, где, например, разошлись швы или просто разлохматилась основа, облезла краска и стягиваем до высыхания малярным скотчем. ПВА пропитает основу и придаст ей жесткость и прочность. После высыхания клея снимаем повязку и трещины заделываем следующим образом. Промазываем еще раз повреждения клеем ПВА и сверху накладываем кусочки обычной бумажной салфетки. Промазывая каждый кусочек, еще раз клеим сверху. В результате после высыхания у вас получится жесткая прочная корочка, которую можно шкурить и дальше грунтовать и расписывать точно так же, как в фигурке из опилок. Но вернемся к опилочному дедушке. Предстоит подкрасить восстановленные места. И тут просто заклинаю вас. Никогда, никогда не используйте в реставрации чистый белый цвет. Никогда это не будет выглядеть хорошо. Я понимаю желание сделать дедушку более новым и чистеньким на вид, но пусть это будет слоновая кость, светлый беж, сероватый, зеленоватый, какой угодно, но только не белоснежный тон. Вы убьете этим все очарование винтажной вещи, вещи с историей, которая жила в вашей семье несколько поколений. Самое сложное при реставрации, что касается покраски, это как раз подобрать оттенок этого состаренного белого. У меня в данном случае идеально подошел готовый тон слоновой кости, но так бывает далеко не всегда. Приходится добавлять капельку черного, немного светло-коричневого, может быть даже зеленого или голубого, пока не получится тот самый цвет, какой и был у игрушки изначально. Также подбираем цвета для остальной росписи. Мне нравится использовать отечественные краски ладога для такой реставрации. Цвета наших красок часто в точности соответствуют тем тонам, которые использовались при раскрашивании фигурок изначально. Палитра приглушенная и в данном случае это плюс, поскольку не нужно смешивать нужный тон самим. Подкрашиваем все повреждения и тонкой кисточкой восстанавливаем мелкие детали росписи. Нам остается покрыть работу защитным лаком. Обычно я пользуюсь лаком от Растолиум, он сатиновый, то есть дает мягкий глянец, не такой сильный, как просто глянцевый лак. Этого дедушку я реставрировала с особенным чувством. В детстве точно такой дед-партизан стоял у меня под елкой, только мой был побольше ростом. Этот совсем малыш, и если я не ошибаюсь, вот этот маленький вариант выпускался набором вместе с маленькой снегуркой. К сожалению, при переездах и ремонтах мой дедушка потерялся, о чем я очень жалею. В детстве он мне не нравился, казался слишком сердитым для Деда Мороза. А сейчас я бы много отдала, чтобы найти того самого, который стоял дома под елкой. Этого ватного дедушку привезла мне на реставрацию моя подписчица. У него повреждено лицо, к счастью, не затронуты глаза, так что заново рисовать их не придется. А также в нескольких местах распотрошена шубка, она у него покрыта слюдой. Но при этом дедушка чистенький, вата не грязная, почти без пятен, так что восстановить его будет не так уж сложно. Я начну с лица. Технология восстановления очень похожа на то, что я делала с опилочным дедом. Берем левкасный грунт, либо шпатлевку и аккуратно плоской кистью вбиваем его во все поврежденные места. Разравниваем и приглаживаем прямо пальчиком, насколько возможно, и оставляем сохнуть. А потом подшкуриваем до гладкости. Восстанавливаем лицо. Телесный цвет нужно подбирать очень тщательно, чтобы границы не было видно. Смешиваем белый, каплю красного, оранжевого, возможно, охры, пока не получится нужный тон. Проверяйте, нанося небольшой мазок на лицо. Все как в макияже, тональника не должно быть видно на лице. После основного тона смешиваю более яркий розовый тон для щечек и носа. И подрисовываю брови, белки глаз. Опять же, помним, что это не белоснежный цвет, а с капелькой черного или коричневого. Подрисовываю глаза голубым. И, наконец, тонкой кистью восстанавливаю мелкие детали. Тут, точно так же, как и с белым, помните, что чистый черный цвет лучше не использовать. Родной тон никогда не будет яркий, густо-черный. За много лет он выгорел, поэтому берите всегда темно-серый, либо темно-коричневый. Это смотрится более естественно. В завершение покрываем личико лаком. В данном случае я использовала глянцевый акриловый лак. А чтобы он сильно не блестел, я всегда добавляю туда капельку матового, но это уже по желанию. Личико готово, и можно заняться шубой. Убираю скотч, которым был заклеен дедушка. Как я уже сказала, шубка у него достаточно чистая, не считая нескольких небольших пятен. Первый способ, которым можно убрать пятна. В данном случае они находятся только на внешней корочке, которая образована клейстером со слюдой. И можно взять маникюрные ножницы и очень аккуратно выстричь участки с пятнами. Собственно, что касается данного случая, можно было бы их и не трогать. Но я очень не люблю пятна на вате и всегда стараюсь их убрать. Единственное достаточно крупное пятно у деда на бороде. Его тоже аккуратно состригаю. Дальше берем клей ПВА и широкую плоскую кисть. Набираем ПВА на кисть и аккуратно приглаживаем все распушившиеся участки ваты, а заодно промазываем всю шубку. Конечно, ПВА несколько спорный момент. В оригинале фигуры покрывали клейстером, но я не специалист по ватным игрушкам и поэтому предпочла не экспериментировать с надежностью склейки. ПВА дает несколько более жесткую корочку, чем клейстер. Если вам это не нравится, то предварительно немного разведите его с водой. Чтобы зафиксировать правильное положение, например, рук или оторочки шубы, можно сделать временную повязку из малярного скотча. На лице не хватало ваты вокруг лица. Недостающие кусочки я аккуратно отщипнула с незаметного места под локтем. Если вам не хватает большого куска, постарайтесь, если это возможно, новую вату добавлять вглубь фигурки, а снаружи замаскировать все-таки оригинальной. Можно затонировать новую белую вату, например, чаем, но цвет, совпадающий с оригинальной советской, вы не подберете, и это место тогда будет сильно отличаться. Остается восстановить блестящее покрытие шубки. Советские ватные игрушки покрывали мелкими чешуйками натуральной слюды. Я очень долго искала, где ее купить, нашла в итоге на ярмарке мастеров. Если не найдете слюду, можно попробовать взять искусственный снег. Он бывает похожий по виду из полиэтиленовых чешуйок, либо просто оставить все как есть. Иногда это самый лучший вариант. Все же здесь нужен очень деликатный нежный блеск, и современными синтетическими материалами сложно его добиться. Промазываем кусочек шубки, клеем ПВА и посыпаем слюдой. Прихлопываем пальчиками, чтобы все хорошо улеглось. Лучше это делать над листом бумаги, и потом стряхивать туда излишек. После того, как все хорошо высохнет, можно пройтись по шубке упругой кисточкой или мягкой губкой, и снять лишние частички слюды, если вам покажется, что блеск получился слишком интенсивный. И, наконец, я сделала из кусочка крепированной бумаги и ваты небольшой мешок в руки Деда Морозу. Под моим прошлогодним видео про реставрацию Деда Мороза самой, наверное, запрашиваемой темой была именно реставрация ватного дедушки. Такие подставочные фигуры действительно были самыми распространенными в СССР. Их было огромное количество разных, от малюток до огромных 70-сантиметровых саратовских дедушек. Не могу себя назвать специалистом по их реставрации. То, что я показала, по сути, моя первая попытка восстановить ватную игрушку. И дедушку мне привезли, что называется, на опыты. Но я очень надеюсь, что хозяйка этого Мороза не осталась разочарованной результатом. И хочу показать вам еще один вариант, который тоже часто встречается. Это Дед Мороз в шубке из скрипированной бумаги. У этого дедушки лицо не повреждено, но зато шубка была вся порвана, и вата гораздо более грязная, чем у первого. Покажу, как переодеть такого дедушку и затонировать вату, если она сильно потемнела, и срезать ножничками, как в первом случае, не получится. Пока шуба старая, начнем с тонирования ваты. Берем акриловую краску, опять же, заклинаю, не белоснежную. Слоновую кость или даже чуть темнее, смотря какого общего тона вата у вашего пациента. Можно чуть развести краску водичкой, чтобы она не ложилась комочками, а слегка расплывалась и пропитывала вату. И мелкопористой губкой, удобнее всего спонжем для макияжа, наносим краску на загрязненное место. В углублениях можно помогать себе кисточкой. Благодаря такому нанесению получается эффект растушевки. Вата не будет выглядеть покрашенной, а вы просто сгладите самые темные участки и выровняете общий тон. Теперь дедушку нужно раздеть. Аккуратно отклеиваем пояс. Поддеваем и отклеиваем все ватные опушки по запаху и низу шубки. На манжетах, воротнике, бороде, в общем, везде, куда заходит бумага. У моего дедушки была роспись на шубке. Я решила ее сохранить и аккуратно вырезала ножницами. После этого снимаем все, что снимается. Бумага была уложена в два слоя. Я сняла верхний, а нижний оставила. Теперь подбираем новую крепбумагу для шубы. Я старалась найти бумагу наиболее гармонирующего с нынешним цветом. Изначально дедушка был желтым, но сильно выгорел и выцвел. В итоге стал бежевым. Так что на замену я подобрала бумагу светло-бежевого цвета. Для утраченного мешка с подарками я тоже подобрала бумагу более мягкого розового тона, чем был изначально. Мне кажется, так дедушка будет выглядеть более гармонично. Начинаем с рукавов. Отрезаем кусок крепбумаги достаточного размера, чтобы обернуть рукав. И плотно оборачиваем ручку. Край бумаги вокруг манжеты подсовываем под эту манжету. Можно помогать себе плоской палочкой. Лишнее обрезаем. Шов должен оказаться снизу руки, чтобы было не видно. И аккуратно подклеиваем край на ПВА. Когда будете накладывать новую бумагу, обратите внимание, как шли складочки на старой шубке. И старайтесь укладывать бумагу с кладочками в том же направлении. С самой шубкой все проще. Берем большой прямоугольник крепбированной бумаги примерно нужного размера. Укладываем угол на полу шубы и заталкиваем края бумаги под оторочку. Сверху делаем надрез примерно там, где будет рука и аккуратно огибаем руку. Так оборачиваем всего дедушку. Лишнюю бумагу вокруг рукавов загибаем, чтобы снаружи не было видно складок. И верхний край бумаги закладываем под воротник. Обрезаем лишнее. И вот уже новая шуба почти готова. Завязываем пояс, чтобы зафиксировать бумагу на месте. И остается проклеить все края, чтобы склеить оторочку шубы, манжеты и бороду с новой бумагой. Вырезаю мотивы с росписью и приклеиваю на шубку на клей ПВА. Промазываю клеем все распушившиеся участки ваты. И остается сделать мешок. Вырезаем кусок бумаги, укладываем внутрь комочек ваты или ткани. Я положил тканевую салфетку и складываем, придавая форму мешка. Перевязываем веревочкой и остается приклеить мешок на законное место. Можно пройтись губкой с краской по вате еще раз, если где-то остались участки с пятнами. Мне очень хотелось, чтобы шубка не смотрелась вызывающе новой по сравнению с дедушкой. Влажным способом, например, чаем или акварелью, крепированную бумагу не состарить. Она сильно деформируется от влаги и теряет окраску. Поэтому решила попробовать состарить ее слегка, пройдясь по шубке с сухой кистью с краской слегка темнее тоном, чем шубка. Получается более сложный оттенок. Шубка чуть темнее и уже не смотрится такой новой и гладенькой. На мой взгляд, получилось более гармонично. Возможно, существуют другие способы состарить крепированную бумагу, не повредив ее текстуру. Если вы знаете такой способ, напишите мне, пожалуйста. И, наконец, последний вариант – Дед Мороз из гипса. Они часто разбиваются, но этот дедушка, к счастью, целый, за исключением нескольких элементов. У него отбита часть посоха, у белочки на плече нет головы и не хватает мелких элементов. Обколота мордашка у медведя, какие-то детали самые выступающие. И, кроме того, конечно, сильно пострадало лакокрасочное покрытие. Видно, что дедушку пытались подкрасить, но, в общем, все нужно восстанавливать. Попробую на его примере показать вам поподробнее восстановление покраски. Но начнем мы, конечно, с утраченных деталей. Для восстановления я взяла самозатвердевающую массу для лепки. Из нее легко сделать деталь нужной формы. Вылепляем деталь, которую нужно восстановить, прямо на гипсе. Потом берем клей ПВА. Аккуратно отделяем только что слепленную деталь и промазываем клеем место соприкосновения. Приклеиваем детальку обратно и оставляем высыхать. Также восстанавливаем утраченные кусочки на мордочке мишки и так далее. Самым сложным было сделать белочку, учитывая, что скульптор из меня очень посредственный. Сначала я сделала хвостик, а потом занялась головой. Сделала примерно нужной формы заготовку. Наклеила ее на место и потом уже мастихином подравнивала и выводила форму. После того, как масса застынет, хорошенько зашкуриваем восстановленные элементы. А заодно и всего дедушку. У него сильно облупилась краска, там и сям вываливающиеся кусочки. И если покрасить как есть, весь этот рельеф будет очень заметен. Я зашкуривала мелкой шкуркой в места, где нужно было заметно что-то выровнять. А по шубке просто прошлась абразивной губкой. Смахиваем мягкой кисточкой пыль и можно приступать к покраске. Обычно я стараюсь начинать с лица, но в данном случае решила сделать сначала шубу, самую большую по площади деталь. Смешиваем краску. И снова хочу обратить ваше внимание. Не берите чистый цвет, который у вас в тюбике. Тон нужно сделать припыленным, приглушенным. Для этого добавляем к синему немного черного. Я смешивала два оттенка синего с черным, пока не получился нужный тон. При покраске я старалась огибать детали росписи на шубке, полумесяцы и звезды, чтобы потом нарисовать их в тех же самых местах. Для тех же целей вы можете сфотографировать фигуру перед тем, как раскрашивать. Цвет получается очень ровный и плотный, но изначально, если вы помните по съемке, он выглядел не так. За счет покраски темным цветом по белому гипсу цвет был неоднородным. Где-то темнее, где-то светлее. Поэтому, чтобы сделать цвет более сложным и натуральным, я добавила каплю белого в исходный синий цвет, чтобы получить оттенок на пару тонов светлее. И в технике сухой кисти слегка прошлась по всей шубке. Это подчеркивает рельеф, все выступающие части, все складочки и делает фигуру более живой. Дальше лицо. Смешиваю тон для кожи. Белый, немного золотистые охры, красный и не забываем про капельку черного, чтобы тон был не как у пластмассовой куклы. После высыхания тона расписываем лицо. Я сначала сделала румянец на щеках, носу и губах маленьким спонжем. Потом рисуем коричневой краской линию ресниц, слоновой костью, белки глаз, потом синим зрачки и сверху затеняем коричневым. Можно добавить маленькие точки блики на зрачках белым цветом. Брови я пока не трогаю. Будем их рисовать вместе с бородой в самом конце. Теперь можно заняться остальными деталями. Смешиваем цвет для посоха, опять же не забывая добавить каплю черного в основной тон. Красим шапку, пояс и рукавицы. Рукавицы у деда были явно перекрашены ядовито-желтым цветом, и поэтому я перекрасила их в цвет пояса. Восстанавливаю по золоту на росписи. У меня не было золотого нужного оттенка, поэтому смешивала золото и бронзу. Кстати, забыла сделать это раньше. Если после застывания массы форма вылепленной детали вам не совсем нравится, можно ее подправить и подрезать обычным канцелярским ножом. Раскрашиваем мишку. Я не сразу поняла, что это медведь. Оттенок был совсем как у львенка, и мордашку лепила как у львенка. И только потом поняла, что вообще говоря, у Деда Мороза львенка быть не должно. По всем крупным деталям я после высыхания основного тона проходила с сухой кистью более светлым. Точно так же, как на шубке. В самом конце восстанавливаем мелкие детали росписи. И, наконец, смешиваем серо-голубой оттенок для опушки шубы и теплый серовато-бежевый для бороды и бровей. Точно так же, как и опилочную фигуру, покрываем работу защитным лаком. Этот дедушка довольно редкий и дорогой. Работа художника, или, вернее, будет сказать, скульптора, Корина. Восстанавливать этого дедушку было большим удовольствием для меня. Он действительно очень красивый, детально выполнен и живой. Это уже не игрушка, а скорее маленькая скульптура. Если вам повезло обладать таким же, берегите его. Это настоящий раритет. Ну что же, я надеюсь, что это мое очередное реставрационное видео поможет вам вдохнуть жизнь вашего старенького дедушку Мороза или, может быть, Снегурочку, хотя они, конечно, гораздо реже встречаются, которые до сих пор пылились где-нибудь на антресоле в дальнем углу, потому что потеряла фигура вид и под елку ее уже ставить не хочется. Надеюсь, что благодаря моему видео вы сможете дать ему вторую жизнь и игрушки вашего детства или детства ваших родителей, бабушек, дедушек будут радовать вас под елкой еще многие-многие годы. Обязательно пишите мне свои вопросы по реставрации, по краскам, по материалам, которые нужно использовать. Я постараюсь на все-все ответить, как обычно. Ну а на сегодня все. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok